А мы в Омск А мы уходим в Омск Готовьтесь через 500 метров, держаться в правилах 220 Что я не пойму, что они тут крут с отверстов На следующем повороте плавно поверните направо А, ну, я плавно повернул направо, тут по-любому Одна чуть-чуть разворачивает, вторая прямо ведет Едем прямо, короче Через 100 метров держитесь в правилах Через 50 метров держитесь в правилах Прямо поехали Ага Опять же, лень перекручивать ей на автобус Ну вот, все, Омск Здрасте К грузовикам прямо Даже на этом поле как-то заправлялся Субтитры подогнал «Симон» 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 Это интересно, что ни одна, ни вторая этого знака не увидела 3,1 высота Сейчас здесь впереди 4,5 мост мост мы под ним нормально прошли в общем она как-то правее попасть получается а как туда попасть интересно здесь не вариант иначе надо как-то сейчас направо уходить здесь то по 4 и 5 мы пролезли спокойно а так приятнее даже плотнее стал удивительно ладно машка понятно автобусная программа не переключал на грузовик наверно сейчас ее переключить ну а это то почему не повела как положено на то видит 2 она то видит все эти знаки то высота надо сейчас где-то мне здесь швоттануться и посмотреть подумать как куда мне ехать потому что это здесь разворачиваю прикольно раз посмотрим посмотрим с какой стороны куда нам нужно заехать ну что нам с ней сюда так это факт через двести восемьдесят метров поверните поправо и готовьтесь к темам пооруду через двести десятых метров вот она правая вот это вторая направо ведет блин там вообще можно было еще пойти по другой улице куда маша вела и по ней заехать интересно сидеть я направо поверну но я вот здесь поджог под знак как по грузовикам движение запрещено давайте попробуем сюда направо пробуем зайцы с другой стороны у меня вот эти мосты сгущают короче какая-то лажа тут получилось нормально никогда не получается постоянно когда косяки всякие что за дурдом такой ну через пятьсот метров направо повернуть надо и знакомые же есть в Омске позвони расспроси нет зачем это слишком просто через триста метров поверните направо ну да вот главное направо ведет а 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 ну в С помощью двух навигаторов, но как мы раньше ездили, да, понятия не имеем. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Я не знаю, куда я еду, но у нас получается полноценная экскурсия по берегу Иртыша. Я не понимаю, как мне туда надо проехать, куда я еду. Вот Иртыш, пожалуйста. Опять знак был, движение грузовиков запрещено, но не въезд. Если знак движения запрещено, если мне сюда нужно, там, выгрузка-загрузка, то ничего мне не запрещает. Короче, едем. У нас полноценная экскурсия. Где еще так вот? Я не понимаю, как туда попасть по-другому. Обе мои электронные тащат этой дорогой. Сама главная сейчас опять под какой-нибудь знак не влезть. Я имею в виду высота. Пацаны к грузовым. Мы уже залезли. Ну, что зато на этот. На Иртыш посмотрим, видите, по набережной. Не пешком прогуляться так. По машине прокатиться. А что? Нормально? Вы были здесь когда-нибудь? Я нет. Наверное, надо было по тому мостику каким-то образом ехать. Почему-то мне так кажется. Наверное, было бы короче. Короче, не знаю. Пока едем, никто не арестовывает. Никто пока не ругается. Одна кричит здесь направо поворачивать. Ой, дайте посмотреть. Одна кричит здесь крутить направо. Вторая кричит ехать дальше. Там получается... А, ну, вторая кричит. В принципе, можно и здесь повернуть направо, да. Поедем здесь направо. Туда как-то, ну, уже очень центр. Мы все равно там по параллельной улице поедем поеду. Вон по той. Ого, проспект Карла Маркса. Вот как мы залезли. Неплохо. Используйте второй поворот налево. А ездим по проспекту Карла Маркса. Поверните налево. Проспект так проспект. Господи, еще нам. Карла Маркса так Карла Маркса. Дальше этого пористого углерода завода, где пористый углерод ни разу не было. А тут, пожалуйста, в самый центр забурились. Хорошо. Центр совсем прямо. Но мы там сейчас уже направо будем поворачивать. Скоро. Да-да-да. Если очень надо, то очень надо. Одна вон там поворачивает направо. Вторая немножко дальше. Все, нам тут повернуть направо или немножко дальше. На следующем. Поедем уже на следующем повернем. Улица Маякунского. А это у нас чего? Государственные сетей. Университет путей сообщения у нас здесь. Вот, Омский, видите. Вот так. Я балдею. Зеленый, я балдею, как ты ныряешь, да? Если такой анекдот был в детстве, там рассказывали. Через 50 метров поверните направо. Главное, провода вот эти с собой не собрать все. Все остальное ерунда. О, а там грузовики ездят. Видите, по той дороге. Вон, смотрите. Какое там движение грузовиков идет. Оказывается, там можно ездить. А я тут, как лошара, здесь катаюсь. Почему как, да? Даже обидно. Ну ладно. Выбрались, зато лаз прокатил. Две десятых километра. Здесь грузовики во всю едут. У нас там грузышки вроде бы идут. И уже не идут. Ну, здесь вот полностью разрешено движение грузовиков, смотрите. Проверните двойки и промажите. А что умеет? А я что там тогда катался? Он мне расскажет. Кто мне расскажет, кто подскажет, где она, где она? Это маленькая страна. Ладно. Просто прелесть. Мы здесь законно едем. А что это мы едем? Улица какая? Да? Никого. Масленникова что ли? Отсвечивает не вижу. Я умрец. Масленникова, ну, вы видите, получается, надо было по прямой тут, там как-то как-то по-другому. Ну, выезжать сюда будем, однозначно. Я думаю, выведут они меня отсюда красиво. Отсюда они меня этими вот такими дебрями потащили, потому что я изначально поехал немножко не туда. Здесь другой заезд, чтобы без косяков сюда проехать. Здесь совершенно по другой дороге надо было ехать. Вот что значит невнимательность. К чему она привела? К дополнительной экскурсии по Омску. Через 300 метров повернуть вперед. Медсушина от себя. Ё-моё, я на путях не останусь. Надо, мне пришлось немножко убраться, чтобы на путях хвост не остался. На следующем повороте поверните налево. На следующем повороте поверните налево. На следующем повороте налево. Это же я хочу. Я хочу уже скорее приехать. Что-то мне уже эта экскурсия стала надоедать. Да, я уже сейчас только что пока на перекрестке стоял, посмотрел. Короче, лишнего километража дал. Так бы по прямой как шел, так в Омск бы и вошел. И сюда бы приехал на выгрузку. Вот видите, к чему приводит невнимательность. Получается лишних километров, наверное, ну с тридцатку крутанул. Парник пишет, что там образку взяли. Я пишу, да, на Москву через Ташкент. Готовьтесь к нам в шоке. Где-то все. Как? Не знаю как. Там на офисе в Москве виднее. Вот тут у нас болото молочные реки. И в общем мы сейчас аккуратно станем точно такие же, какие были до помывки. Единственное, что без соли. Ну тут как-то все такие машины по Омску ездят. И на старуху бывает проруха. Что сделаешь? Считайте на час, не к часу получится, а к двум приеду. Осталось 2,8 километра. Зато вам Омс показал. И сам посмотрел. Читайте внимательно, читайте. Да. Асфальт тоже куда-то исчез. Местами, вместе со снегом. Через 100 метров поверните налево, затем плавно поверните направо. На следующем повороте поверните налево, затем плавно поверните направо. Я сейчас плохо ориентируюсь, за что мы находимся. А у нас главное. Через 70 метров плавно поверните направо. Профессор, конечно, лопух. Но аппаратура при нем. О, мы еще кто-то вправо в какую-то попали. 2 километра осталось. 30 тонн мост. Подходим. Подходим. Если тонн 10, выгрузить. Да, подходим. А, там у нас дорожники. Что-то делают. Ну и пустик. 50 километров. Сейчас будем здесь решать глобальную задачу. Попасть в левый ряд. Как вы думаете, будет на стольнюю спускать? Готовьтесь к правому повороту через один пункт. Спустимся пониже. И там начнем лезть. Ну, давайте пробуем. Первый поворот. Вот эту маленькую запустили. А он? А он пускать не хочет. Ну, к тому же, на синеньком Hyundai-чике деваться было некуда. Так вот, смотрите, этого маленького пустили. Да, он не пустил. Редиска. Слушайте, давайте уже скорее приедем. Мне уже надоело. Я уже выгрузиться хочу. Отрапортовать, что я свободен. Потому что Мишанин, наверное, сейчас у Буранбай. Какой Узбекистан! Я пока помолчу. Потом признаюсь, что пошутил. Готовьтесь к правому повороту через 800 метров. Да. Через 800 метров, через 800 метров. Через 400 метров. Я смотрю, люди через 400 метров поворачивают. Через 300 метров поверните направо. Ему взрываться на улице. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Поверните направо. Готовьтесь к правому повороту через 800 метров. Затем, приходите в предыдущий пункт через 90 метров. Готовьтесь к правому повороту через 800 метров. Вот этот вот дыр-дыр-дыр-дыр точно надо обгнать. Он будет очень долго дыр-дыр-дыр перед нами делать. Что 600 метров, и мы должны приехать. Что-то тут как-то на склады не очень похоже, на какую-то промзону похоже, ой, не похоже, частный сектор. Да, через 300 метров направо, вот как коллега едет в Горезинку. Давно, я так не плутал по городу, давно. Ну, вот тут промзона, верю. 11-я Восточная улица, это 10-я. А нам 11-я, дом 3. Наверное, это вот это вот здание, вот с правой стороны. Говорили, что ворота открыты. А где въезд? Вот, 11-я Восточная, дом 3. А где въезд? Остановка для грузовиков запрещена. Блин, наверное, было все-таки туда направо ехать, да? Похоже, что да. Здесь заезда никакого нет. Сейчас здесь развернемся, значит. Сейчас мы вот здесь, значит, развернемся. А может быть, вы сюда заезд? Пойду-ка я спрошу, может быть, это и есть, потому что это одна контора и есть? Или нет? Значит, вот сюда налево, другого тут въезда я не нашел. Поверните налево. Вот сюда налево, 11-я Восточная, 3. Спасибо, брат. Остановка грузовиков запрещена. А где въезд? Наверное, вот здесь? Ну да. Логично предположить, что здесь или дальше. Ну, пойдем, спросим. И опять не туда. Следующие. Да, достиг я уже достиг конечного пункта. Нормально. Частные дома. Все строго. Врача надо пройти. Может, я сначала заеду, потом врача пройду. Потерян сигнал GPS. А то я перегородил тут всю дорогу. В общем, где-то вот здесь будем... Наверное, скорее всего, он сказал, что вот тот желтенький туда с документами. Витебские тут что-то стоят. Витебские землячки тут обосновались. Прибыли! Наконец-то! Пойду врача проходить. Сказали, строгую все. До двух обеда. Сейчас сколько? Из 5-2. Пойдем, пройдем врача и пойдем документы сдавать. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...